Бадминтон Сборная КФУ попала в первую. Стартовая игра на турнире для Федерального университета была с Казанским национальным исследовательским университетом. Мужскую одиночку выиграл Булат Худин, а женскую Азалия Гумерова. Они смогли принести команде по одному очку. Затем играли женскую и мужскую пару. Рузалина Мубаракшина вместе с Риммой Галиахметовой выиграли пару сборной КХТИ с разгромным счетом 21-5. Чуть сложнее игра прошла с мужской парой. Первым счетом открыл спортсмен КХТИ Евгений Петров, пробив разрушительный смеш. Но капитан команды Казанского федерального университета Вадим Арзуманов, покажавший свое мастерство уже в прошлом году вместе с Максимом Швейкиным, обыграли соперников, поставив счет 21-13. Микс КФУ решил не играть, но это ни на что не повлияло, так как было уже 4 очка. 4-1. С таким счетом спортсмены КФУ обыграли КХТИ. Следующая игра была с командой Казанского государственного архитектурного университета. В одиночной игре 2 очка в команду заработали Булат Хузин и Влада Залевская. В парном противостоянии Гульнара Тазиева и Римма Галиахметова обыграли соперников со счетом 21-10. Они завоевали команде КФУ последнее третье очко. В финальном матче за золотые медали сборная КФУ играла против Академии спорта, но обыграть Поволжскую Академию студентам КФУ не удалось. Одиночную игру проиграли Влада Залевская и Булат Хузин, а парную Рузалина Бабаракшина и Залевская. В итоге счет был 3-0. Можно было больше не играть, но капитан команды Вадим Арзуманов вместе с Максимом Швейкиным захотели взять реванш. Но тоже проиграли со счетом 21-15 и счет стал 4-0. В результате первое место заняла Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, которая на протяжении многих лет забирает золото на Спартакеаде. Казанский федеральный университет занял второе место. Он не смог побить рекорд предыдущей Спартакеады, но показал зрелищную игру. В целом сыграли достаточно хорошо, но считаю, что можно было лучше. Да, я тоже так считаю. Немножко не хватило. Хватило личных каких-то качеств. Уверенности, возможно, не хватило. В каких-то местах. Также техническая часть немного страдает. У нас. Да. Глеб Нигмати, Анастасия Коломец, Неделя спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова